Девушки отдыхают Как проще Ну хорошо, давай на ты Все-таки мои коллеги И еще теперь получается в какой-то степени Соотечественники Тяжело было все-таки выбрать Ригу Почему, кстати, Рига? Почему Дождь решил переехать сюда И сделать именно Ригу базовую площадку? Ну потому что мы когда размышляли Над тем, что станет Какое место станет нашей базой Мы пошли по Пошли по городам И на самом деле Мы в итоге выбрали Латвию Потому что здесь нам пошли На встречу местные власти Что касается оформления Открытия компании и всего прочего Сейчас в Европе А мы понимали, что основной офис должен быть в Европе На территории Европейского Союза В Европе людям с российскими Паспортами довольно сложно Что-то открывать Здесь тоже Это все не так просто В Латвии Но поскольку есть готовность властей Нам идти на встречу То это проще, чем где бы то ни было Вот Ну а помимо этого Латвия Здесь много русского языка Отчего проще И как-то понятнее Латвия Латвия близко к Российской Федерации Ну и наконец Латвия очень интересное место С информационной точки зрения В том числе Все то, что я сейчас перечислил И то, что много русского языка И то, что Латвия близко к Российской Федерации Все это обеспечивает этот информационный интерес Поэтому здесь Здесь как бы все Все звезды сошлись А остальные наши студии В Тбилиси, в Амстердаме И в Париже Они меньше и по количеству эфиров Которые оттуда будут идти И по количеству людей Которые там работают Вы уже успели ощутить Что значит работать На преимущество на российскую аудиторию Находясь вне российских границ На самом деле нет И я не думаю, что мы это быстро сможем ощутить Я Тут мы разговаривали с коллегами И я понял, что Был в нашей жизни период Недавний Когда ситуация чем-то была похожа Эта ситуация называлась коронавирус Когда мы все сидели По домам Или по редакциям Никуда не выходили Не было никаких съемок Нигде, потому что ничего не происходило Все жили в скайпе И в зуме И тоже в каком-то смысле Вот мы сидели в нашей студии На флаконе И тоже мы были Немножко на необитаемом острове Так же и сейчас Слава богу Есть интернет Слава богу Есть социальные сети Слава богу Значит этот весь Прогресс Нам позволяет Оставаться на связи И получать информацию Из России И передавать ее туда Другое дело Что есть одно опасение Есть риск Потерять чувство Чувство нерва Чувство ритма Потерять запахи И атмосферу Того, что происходит в России Потому что даже когда Вы уезжаете в отпуск На неделю Вы понимаете Что у вас оптика Немного сбивается Когда вы читаете Читаете новости Из Российской Федерации Но вот мы Как бы себе Об этом сказали И договорились Внимательно И очень пристально За этим следить Как можно больше Общаться с людьми Там Чтобы оптику Это хоть немного Отстраивать А сколько Ваших остается в России Вот мы брали интервью Василия Полонского Он говорит Я не уезжаю Я остаюсь И я так понимаю Что Василий Может быть продолжит Сотрудничество с Дождем Или другие планы Сейчас Василий Не сотрудничает С Дождем У него есть Свой Свой YouTube канал И иногда Вот когда мы делали Сейчас Делали стримы Когда мы поделились На несколько стримов И находились в Грузии То Вася иногда Делал какие-то материалы И включался Сейчас пока мы с ним Это конкретно не обсуждали И мы на самом деле Ищем Ищем правильные Правильные варианты Присутствия В Российской Федерации Потому что С одной стороны Формально по закону Мы иностранные СМИ И нам нужно Аккредитаться В российском МИДе Чтобы работать И у меня нет Уверенности Скажу я мягко Что российский МИД Уже их отпечатал И нас ждет С другой стороны Не нужно строить иллюзии Мы понимаем Что мы враги Потому что Нас вынудили Приостановить работу И уехать А мы Значит Сволочи такие Открылись Открылись Вновь Поэтому Помимо Рисков Обоснованных Законом Есть еще Риски Риски По понятиям Поэтому Мы сейчас Думаем Скорее О анонимной Сети Людей С которыми Мы будем Сотрудничать В разных Российских Регионах Но пока Мы это еще Не докрутили Ну кстати Это уникальный Опыт А если говорить Ну потенциал Я имею ввиду Если говорить Об анонимной Сети То это Получается Что люди Должны менять Голос Как это Вообще Шифроваться Нет Это можно Сейчас Как бы Эту тему Развивать Можно На самом деле Вовсе Не обязательно Что-то Говорить Можно просто Присылать Присылать Материалы А люди Уже В другом В другой Географии Будут Будут Это Как-то Озвучивать Но Повторюсь Мы Мы пока Еще К какому-то Финальному Пониманию Как правильно Поступить Пока не пришли Было принято решение Приостановить Вещание Дождя Вот Вы сразу Поняли Что вы Запуститесь Или все-таки Тогда Это было Ну как бы Вот ощущение Все мы Закрываемся Расходимся И уходим Вот как оно Такого ощущения Такого ощущения Никогда не было Ой это я из кадра Так выпаду Такого ощущения Никогда не было Но Я тут Давал интервью На днях Не помню Если честно Кому И Мне сказали Что И я потом И потом Прислали В подтверждение Мою запись В телеграм-канале Которую я сделал Когда мы Только прилетели В Стамбул И в этой записи Я написал Что Вот мы Приняли решение На время уехать Из Из Страны И запись Заканчивается фразой Вещание Из-за границы Не планируется И я абсолютно Забыл Про это Потому что У меня было ощущение Что мы начали обсуждать Возобновление Вещания Едва ли не на следующий день После того Как мы все уехали В реальности Наверное Мы начали это обсуждать Где-то через неделю После После того Как все Как все были вынуждены Покинуть страну История заключается в том Что во-первых Если говорить про меня И про многих моих коллег То мы больше ничего не умеем И как бы Чем-то заниматься нужно Но Что гораздо важнее Это то Что мы с первого дня Стали получать Огромное количество Сообщений От наших зрителей Которые просили Нас в том или ином виде Появиться в эфире Поэтому Собственно Мы Приняли решение Сначала сделать Эти стримы Индивидуальные А потом Когда Стало возможно Уже Выходить На основном канале Нашем И в кабеле Мы Вышли в эфир Но я так понимаю Что стримы Вы сохраните И свой ютуб канал Дискок и Трикадзе Да И Дискок и Трикадзе И вся такая мангает Мы сохраним Другое дело Что мы как раз Хотим собраться На следующей неделе И обсудить Потому что Здесь нужен Совсем другой Контент И нужно Чтобы на него Оставалось и время И он должен Как-то отличаться От того что мы делаем На дожде И это не должно Входить в противоречие С тем что мы делаем На дожде Потому что если Что-то классное Сотрудники дождя Будут делать На своих ютуб каналах То почему же Они этого не делают На телеканале дождь В общем здесь Нужно об этом подумать Но вы с Натальей Синдеевой Обсуждали эту тему Ну как бы Здесь есть Наша с ней договоренность Что сотрудники Имеют право Вести свои Личные ютуб каналы Канал не будет Их поддерживать Никаким образом Это в целом Это целиком Задача Сотрудников Придумать Как Откуда Каким образом С какой технической базой Они это будут делать Все Все дальнейшее Что касается контента Это уже Это уже ко мне Как главному редактору Но я думаю Что мы с сотрудниками Обо всем договоримся Чтобы этого Противоречия не было Думали ли вы о том Как работать Со спикерами Которые относятся К российскому государству Ну условно говоря Раньше До войны Мария Захарова Появлялась в эфире Дождя Сегодня вообще Рассматриваете Вероятность того Что такие спикеры Будут появляться Или все таки Это уже исключено Ну это вопрос Не к нам А к спикерам Потому что Будут ли они соглашаться С нашей стороны В этом смысле Ничего не поменялось Мы как Приглашали Людей Которые Заслуживают Того Чтобы оказаться В эфире Так и будем Приглашать Другое дело Что есть Люди Скажем так Поддерживающие Войну Или имеющие Отношение К российскому Государству Которые Просто Просто создают Шум Это люди Которые ничего не решают Они не интересны Ну вот я не знаю Есть например Ведущий телеканала RT Антон Красовский Которого много цитируют Российские Прокремлевские медиа Он вчера предложил По моему Ядерный удар Нанести По Виннице И Харькову Я не ошибаюсь Прекрасно Ну вот Является ли его Предложение Нанести Ядерный удар По Виннице Или Харькову Новости Нет Не является Почему Потому что Никто Это человек Который Просто Создает Ну вот Если мы сейчас Включили Кондиционер Он бы шумел Вот он Примерно Примерно Подобную же Функцию Выполняет Только от Кондиционера Обычно Приятно А от Красовского Наоборот Но Если мы Говорим Про каких-то Официальных Лиц То Нравятся Они нам Или Не нравятся Мы считаем Что наши Зрители Имеют Право И заслуживают Слышать Как официальные Лица Отвечают На те вопросы Которые у нас Появляются Это же не игра В поддавки Что мы их Приглашаем В эфир Открываем Микрофон И говорим Говорите Все что хотите У вас 15-минутная Проповедь Нет Ни в коем случае Поэтому да Мы конечно же Будем приглашать Подобных людей Но Придут ли они Это уже Другой вопрос После того Как Эхо Москвы Закрыли Алексей Венедиктов Был в нашей студии Он честно сказал Что после этих событий Я стал токсичным Многие люди С которыми я разговаривал Они просто вычеркнули Меня из своей Записной книжки Что-то подобное Произошло у вас Условно говоря Та же Мария Захарова Она написала вам что-то После того Как вы закрывали Какие-то У нас У нас с Алексеем Венедиктовым Разный Разный круг общения И Те люди Которые Вычеркивали его Из записной книжки В их записных книжках Фамилии Дзитко Никогда Никогда и не было Поэтому Ничего подобного У меня Не могло произойти Ни с кем Из этих людей Я не поддерживал Никакого контакта Исключительно Как контакта В эфире А что касается Венедиктова Вот Он опять же Я его уже упомянул Но он говорил Я стал токсичным И многие считают Алексея Венедиктова Токсичным Потому что Вот умное голосование Вот электронное голосование И так далее И вот что он там Продался Кремлю И так далее И тому подобное Есть и абсолютно полярное мнение Там Таня Фельгенгауэр Например говорила Что Венедиктов Подволил многим журналистам Делать то Что они делали Потому что он брал на себя Этот удар Вот какое у вас отношение К Возможно ли компромиссы В российской журналистике Вот такие как у Венедиктова Если они были Ну на сегодня Они уже Невозможны И наверное И раньше Они были Менее И раньше Наверное Нужно было Чтобы этих компромиссов Было меньше Что касается Алексея Венедиктова То во-первых Я к нему Отношусь С большим уважением За то что Ну собственно Мой путь В журналистику Начался Фактически С радиостанциях Москвы И да Я согласен с Таней Что Венедиктов Позволял Огромному количеству людей Делать то Что они хотели делать И Эх В Москве была огромная аудитория И у них не было Никакой цензуры С гостями Одновременно с этим У меня вызывает Огромное количество Вопросов Мягко скажем История с электронным голосованием У меня вызывает Большое количество вопросов Эфира Эхо Москвы В момент Выборов Мэра Москвы В которых принимал участие Алексей Навальный Некоторое количество Проектов Которые были В Эфире Эхо Там например Какой-то был проект Про армию Проект про суд Видимо Это все Вот эти Вот Компромиссы Но Я думаю Что часть из них Была абсолютно Необязательными Компромиссами Если бы их не было То Ничего страшного Бы не случилось Вопрос из телеграма От наших зрителей Спрашивают вас Тихон Видите ли вы Одной из Миссий Дождя Показать Европе И остальному миру Как много россиян Не согласны С политикой Кремля Я об этом Не задумывался Честно скажу Но И я не ставлю Это какой-то Основной миссией Просто потому Что Я знаю Что таких людей Огромное Огромное количество Этих людей Очень много И в первую очередь Нужно это показывать Не Европе И не еще кому-то Это в первую очередь Нужно показывать Таким же людям Потому что Очень важно Чтобы люди Которые не согласны С политикой Кремля И чтобы люди Которые не согласны С этой войной Знали Что их на самом деле Очень много Потому что Вот я Я цитировал в эфире В первом эфире Дождя В понедельник Цитировал обложку Российского журнала Большой город Которая Вышла в печать 10 лет назад Или 11 После митингов На Болотной На обложке Была фраза Нас больше чем кажется Так вот Все действия Российских властей В последние 5 месяцев Они в том числе Направлены на то Чтобы у противников Войны Было ощущение Что их Ничтожное меньшинство Чтобы были Разорваны связи Между ними Потому что Телеканал Или радиостанция Эхо Москвы Это ведь что Еще помимо Способа Распространения Информации Это еще и такая Платформа На которой Объединяются Зрители Вот человек Смотрит Например Вечерние новости Здесь и сейчас На дожде В ютубе И видит Что вместе с ним Эти новости Например Смотрят 100 тысяч человек И он думает Черт возьми Оказывается Я не один И ровно для этого Все это Уничтожение СМИ И делается Как одна из причин И для нас Очень важно Показать Нашим Нашим Зрителям Что вас Нас Намного больше Не то что намного больше Чем кажется Намного больше Чем Кремлю Хотелось бы Чтобы Что бы казалось А если Одновременно с этим Это увидят Еще и остальные люди Там не знаю Страны Запада Еще кто-то Ну прекрасно Пусть видит Еще вопрос Как раз в продолжении Темы спрашивают Вика у вас Тихон Планируете ли вы Вещать на английском Немецком Французском И других языках Для европейского зрителя Есть ли такие планы Есть планы Есть планы Вещать Во всяком случае Часть нашего контента Переупаковывать на английском Такие планы есть Однако Это не произойдет Завтра Или послезавтра Нам нужно еще Это все Обсудить И решить В каком Объеме Это мы будем делать Какую-то отдельную выжимку Или Или брать целые Какие-то большие фрагменты эфира Не знаю Мы про это поговорим Но В целом Да Мы об этом размышляли И мы хотим это делать Еще вопрос Наверное Из категории Которую вы не очень любите Возможно нет Спрашивают про Лобкова И Собчак Поскольку Лобков ушел Лобков много Чего о вас сказал Собчак тоже Если я не ошибаюсь Там у вас были какие-то Стрели Остается в том Что Как бы Телеканал Любое СМИ Это СМИ Это место Где работают Где люди Значит Осуществляют Нечто Создают Павел Лобков В последнее время Несмотря на все наши попытки К сожалению Ничего Ничего не создавал И мы предлагали ему Различные проекты Они не реализовывались Кроме того Когда мне говорят Как же так Павел Лобков Мы его все так любили Печальный факт Заключается в том Что новостные выпуски Павла Лобкова Очень плохо смотрели Наши зрители Что касается Ксении Собчак То Ксения Собчак Перестала работать Дождь перестала С ней сотрудничать Еще до того Как я вернулся Главным редактором Я уж не знаю В чем В чем ее проблема По отношению ко мне Но К сожалению Она очень много Распространяет Неправды Про меня И Еще кроме того Недавно Она Прекрасно у себя Мне прислали фрагмент Сделала донос На меня И Анну Мангайш Как же так Почему их не признали Иностранными агентами Это было в выпуске Да по-моему Я не снял Целиком Да Мне прислали Мне прислали фрагмент Насколько я понимаю Это был выпуск Как раз про иноагента Поэтому я не знаю В чем ее проблема В этом смысле Мне уже Как-то перестало Это быть интересно Но то что Она распространяет Периодически ложь При меня А ну вот Недавно была история Когда она брала интервью Романа Баданина Главного редактора Издания проект И говорит ему И Почему-то Значительную часть Этого интервью Она посвятила Моей скромной персоне Хотя мы с Ромой Никогда не работали вместе И вот Я просто напомню Что Баданин был Главным редактором Да И она говорит А вот как же Как же ты относишься К нынешнему Значит Главному редактору Дзитко Он снял Он запретил Публиковать Новость Про вашу заметку Про RTVI Или что-то такое Ну и Рома Ей говорит Да серьезно Он говорит Да вот я точно знаю Мои источники Бла-бла-бла Короче Эта новость у нас была Естественная И ничего я не запрещал Но Получилось так Что Ксения Собчак На свою многомиллионную аудиторию Распространила очередную ложь При меня Ну что ж Но это ранят Или все-таки Есть уже Нет Мне уже все равно Ксения Собчак Уж тем более Когда это какие-то люди Мнение которых Мне интересно и важно То это наверное Ранило бы Но такого к счастью Не происходит Спрашивают еще Наши зрители Какой вы видите Основной Ну я уже про миссию Спрашивал Но вот вопрос от Лилии Какие основные задачи Видит перед собой Возрожденный дождь Ну кроме того Что мы уже обсудили О том что показать Что мы вместе Есть еще какие-то Цели Приоритеты Есть главный приоритет Это вернуть Зрителю возможность Смотреть новости Потому что то что В последние месяцы После того как Дождь прекратил свое вещание Появилось огромное количество Видеопроектов Каких-то стримов Каких-то видеоблогов Ютуб каналов И всего прочего Там есть те Которые мне нравятся И те которые мне не нравятся Но в любом случае Среди них Нету канала Который бы Рассказывал о новостях Открыв который Посмотрев выпуск которого Я бы потом Сказал У меня Появилась Сформированная Картина Картина дня Я понял что произошло Этого нету В основном там Сплошные мнения Они бывают Интересные Неинтересные Какие-то гости Интересные Какие-то неинтересные Не важно Сейчас не об этом Но это мнение Мы То что мы делали И то что мы теперь Вновь с понедельника Начали делать Мы рассказываем Новости человеку Чтобы человек знал Что произошло за день Это если говорить Совсем Как бы Совсем в прикладном смысле Дальше мы хотим Естественно Возрождать сейчас Одну за другой Наши программы И придумывать Новые У нас есть уже Несколько Несколько вариантов Для новых проектов Ну а если совсем Такую глобальную Какую-то задачу Определять То она заключается В том Что мы хотим Мы хотим Вернуться домой Мы хотим Сделать так Чтобы Война Это Была остановлена И чтобы Российская федерация Вернулась На какой-то Нормальный Человеческий путь Развития От вот этого Движения В сторону Катастроф И деградации Как считаете Я понимаю Что сейчас Точно сложно Спрогнозировать Но тем не менее Когда Получится Не знаю Я думаю Что это Не десятилетие Я думаю Что это Гораздо более Кратко Как это сказать Краткосрочная Перспектива Но Загадывать Загадывать Нет смысла Более того Ты загадываешь А потом ошибаешься Обидно Лучше не загадывать А помните Ну наверное Помните конечно 24 февраля Вот утро 24 февраля Вот какие первые Мысли были Потому что Мы были в эфире Мы ждали заседания Совета безопасности ООН Дождались Владимира Путина И вместе с нашими зрителями У нас тогда просто Я помню вот этот чат Когда из Мариуполя Очень много было людей И мы вместе с ними Встретили то Что он назвал Специальную военную операцию Это было страшно И странно Потому что Когда я нахожусь в эфире Путин заканчивает свои слова Я объявляю специальную военную операцию И через буквально Несколько минут У нас просто весь чат У нас взрыв У нас взрыв У нас взрыв У нас взрыв И так далее И дальше мы уже из эфира Не уходили Я впервые Я скажу за себя Я впервые в эфире Сказал матное слово У меня никогда больше этого не было За все время работы На радио На телевидении В ютубе И так далее Единственный раз Ну так получилось Вот очень странно Очень странно Потом уже Страх пришел Потом какое-то осознание Но вот было ощущение Полного сериализма Вот что у вас было У тебя Ну я не ругался матом Во всяком случае в эфире Молик У меня такой грех Это и есть Нет Иногда это оправдано У нас 23 числа Когда появилась Вот эта Просьба Пасечника И значит Пушилина Руководители Так называемых ЛНР ЛНР Не признать А оказать военную помощь Мы после Это было вечером 23 числа И мы У нас был зум Срочный Со всей редакции Мы обсуждали Ехать на работу или нет Начинать ночную смену Или нет Решили нет И более того Я должен сказать Что я Очень долгое время Собственно до последнего момента Я был уверен Ну или надеялся Слэш был уверен Что большой войны не будет Я допускал Что что-то может произойти В пределах Луганской и Донецкой областей Но чтобы вот такое Я это полностью Отрицал В то время Как Два наших журналисты Екатерина Катрикадзе И Михаил Фишман Они На протяжении Недель Говорили Что все будет И будет ровно так И Тогда 23-го мы решили Ночью в эфир не идти А вот 24-го На следующий день У меня был утренний эфир Мы приезжаем На утренний эфир Мы приезжали К шести В шести у нас была летучка В восемь начинался эфир А так получилось Что за какое-то время До этого Мы вместе с женой Посмотрели Последний сезон Сериала Морнинг шоу Где все время Утренний шоу Да Где все время Над ними потешались Потому что они В момент стресса Их всех начинает тошнить И вот Значит я встаю Чтобы ехать На свой это утренний На утренний эфир На летучку Сажусь в такси И где-то в 5.40 Как раз мне Наш исполнительный продюсер Ксения Кожина Пишет Что вот выступает Путин Говорит что Что начинается Специальная военная операция Я понимаю Что меня начинает тошнить Такой как бы Шок от того Что происходит Дальше Как бы я понял Что это А. Катастрофа для России Б. Что это Начало конца дождя В старом В старом виде Ну и потом Тоже я приехал на работу В 6.30 Мы вышли в эфир И тоже уже до До последнего момента Не выходили То есть Тогда вот Редакция Четко понимала Что дождь Все Дождь закрывается Ну я не Я это не обсуждал С редакцией Это я говорю про себя Сразу стало понятно Что Ну я Ну как бы Я понимал Что Я не знал В каком это будет В виде происходить Но я понимал Что как прежде Сори забанальность Как прежде Уже не будет И какие-то будут Новые правила игры Я не думал Что через спустя Неделю Я окажусь В Стамбуле А еще спустя Несколько дней Дождь будет Будет закрыт Совсем Но то что Какое-то То что Наступают Серьезные проблемы Мягко говоря Это было Сразу понятно А когда Приняли решение Уехать То есть Вы с Катериной Уехали чуть раньше Да Потому что Финальный эфир Дождя Там Вы уже были По-другому То есть Были угрозы Было какое-то давление Как все это происходило Это происходило Следующим образом Мы Значит В понедельник 28 числа Нам стали поступать Угрозы С Катей И какое-то количество Угроз Анимангайд Это с одной стороны Спам звонки А с другой стороны Прямые угрозы 1 мая Был Заблокирован Сайт После этого Мы получили Информацию Что к нам В редакцию Едет Едет Спецназ Кроме того Я получил Информацию О том Что у нас будут Обыски Еще из двух Источников Кроме того По Москве Ходили слухи Что Значит Якобы Арестуют Сотрудников Дождя И BBC За госизмену А по другому Слуху Что арестуют Только Сотрудников Дождя Не за госизмену А за экстремизм И в общем Все это Как бы Все это Наращивалось 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 Возможно Все эти слухи И слух о том Что приедет спецназ В редакцию Который не приехал Может быть Это все была Сознательная Абсолютная игра Для того Чтобы Создать эту Панику Среди журналистов И вынудить их Покинуть страну Может быть и нет У нас не было Возможности Это проверить Но После того Как были Заблокированы Мы И эхо Москвы Тоже Что тоже Было Очень важным Как бы Показателем Того Что происходит И после Этой новости Слуха Про Обыск Я согласился С тем Что надо На время уехать Потому что Катя К этому Склонялась Еще до Еще за Несколько дней До этого Но я отказывался И Когда я вернулся Вернулся домой Из редакции Где-то в районе часа Или половины второго ночи И у нас был зум Со всеми И я сказал Что если вы Считаете необходимым Я говорю Я считаю Что нам всем Сейчас нужно На время уехать Если вы готовы То вообще Никакого Не будет Осуждения Ни со стороны Кого Тем более Что я сам уезжаю Синдеева Тогда приняла решение Еще на несколько дней Остаться И что Сказала Что если вы Те кто решает Остаться Если наберется Необходимое количество людей Для эфира То значит будет эфир Необходимое количество людей Набралось Но потом Через два дня Был подписан Этот указ Не указ А закон Президентом О так называемых фейках И после этого Было принято решение Эфир остановить Потому что Ситуация Как бы Здесь появилось Два выбора Либо мы становимся Отделом Департамента информации Министерства обороны Российской Федерации И становимся По цензурным СМИ Которые транслируют Только то что Говорят они Потому что Не фейки В понимании закона Это то что Транслирует Минобороны Либо мы продолжаем Работать И это понятно Для нас Недопустимый вариант Либо мы продолжаем Работать так как Мы работали Все эти 12 лет И работаем Не очень долго Потому что Довольно быстро Мы нарушаем Все эти законы О фейках И становимся Фигурантами дела Кроме того В тот момент Уже был заблокирован Сайт И нас начали Абсолютно Незаконно Отключать Из сетей Кабельных Операторов В России Поэтому Это тоже Был вариант Невозможный Мы выбрали Третий Работать И за И за Пределов России Если отмотать Время назад Я помню Просто по памяти Сейчас не нашел Это интервью Но когда Ты уходил С дождя Потом работал В интере Если не ошибаюсь Потом на РТВА И в одном из интервью Говорил о том Что тебе намекали На то Что такие люди Нам нужны Какие-то начальники Федеральных телеканалов То есть Ты пытались Как-то перекупить Вообще Нет Это была Это была история Когда один Руководитель Одного телеканала Мне сказал Что Вот здесь Ты хороший парень Зачем тебе это все нужно Посиди тихонько Там Несколько месяцев Отмойся И приходи к нам Но Это было В 2014 году В 2013 То есть Это еще К истории Современного города Не имеет никакого отношения Нет Это я имею ввиду Что Нет Это не имеет отношения К истории Современной России В этом смысле Это было до Крыма Да Я так понимаю Это было Может быть Даже после Крыма Наверное после Крыма Да После 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 Крыма Это еще мы были На красном октябре Но После Крыма Но Сейчас такое Невозможно Сейчас Абсолютно четко Понятно Кто Ну как бы Водораздел Он очень Он очень четкий И здесь нет возможности Из одной Из одной Как бы Группы Попасть в другую А как ты относишься К людям Которые Скажем Работали в федеральном эфире Но после Именно после 24 февраля Стали оттуда уходить Ну вот самый такой Мощный пример Это Марина Овсянникова Она вышла в эфир Она стала таким Даже в этом смысле Символом Разные мнения Я слышу Вот например Мы с Андреем Сидельниковым Из организации Говорите громче Общали вчера И он считает Нет Прощения нет Никакого прощения нет Нельзя отмыться Потому что вот человек там был Как ты считаешь? Я считаю Что у Андрея Сидельникова Если не ошибаюсь Он уже лет 10 живет В Лондоне Или даже больше Очень легко Оценивать Как себя Можно или нельзя Прощать Женщину С несколькими детьми Сидя в Лондоне Это первое Второе Я считаю Что люди Которые Уходят оттуда Это заслуживает Всяческого уважения Потому что Они остаются без работы И непонятно Как они найдут работу И у многих Семьи Дети То есть все Пятое Десятое Это заслуживает уважения Третье Есть сотрудники Федеральных каналов А есть сотрудники Федеральных каналов Если это люди Марина Овсяникова Если я не ошибаюсь Работала в редакции Регионы По-моему Там Международка у нее была А да Ну неважно Синхрон Тем более Если она Если это Если она Принимала синхрон И работала По кем-то Ассистентам режиссера Получается Или кем Редакторам То Как бы Это не Ольга Скобеева Да Это не человек Из-за слов которого Сегодня Умирают люди В Украине Одновременно С этим Как бы Мне Ну Те люди Которые уволились Молодцы Я их очень уважаю Я их поддерживаю И отправляю им Свою поддержку Но Когда их После этого Начинают поднимать Поднимать на щит Мне это тоже Не очень понятно Потому что Мне кажется Что люди Ну условно говоря Репортеры Дождя Они Их Их подвиг Он Как бы В продолжении На протяжении Двенадцати лет А если кто-то Вышел И вынес Плакат Марина Овсянкова То это правда Это крутой поступок Но Хорошо Поступок состоялся Все А эти люди Как делали То что они делают Так и продолжают Но вот Чисто потенциально Там Лилия Гильдеева Например Ушла с НТВ Она может подать Сиви на дождь Да конечно Всем нет Подать Я понимаю Все могут Ты станешь рассматривать Такое Сиви Конечно Но опять же Это же зависит Если Ольга Скобеева Подаст Сиви на дождь Мы не будем Рассматривать Каждый Каждый случай Он отделен Что касается Жизни в Латвии Хотел немножко Эту тему тоже затронуть Ты говорил как раз О русском языке О русском языке И в Латвии Тоже очень разные настроения Есть большой процент Русскоязычного населения Которое годами смотрело Соловьева, Киселева Не Евгения, а Дмитрия И сформировалось Определенное В том числе Предубеждение В отношении дождя Да Никто на улице Не подходил еще? Нет Пока все Кто к нам подходили Это подходили наши зрители С очень приятными словами За что им спасибо Что касается Русскоязычного населения Латвии Мне пока сложно говорить Потому что мы совсем Такие неофиты И какими-то очень Большими мазками Понимаем то Что здесь происходит Но я считаю Что Те люди Которые находятся здесь И которые с недавних пор Не могут У них нет возможности Смотреть Российское телевидение Я считаю Я считаю Что это тоже Наша потенциальная аудитория Мы хотим тоже С ними разговаривать И объяснять им То Что нам кажется Азбучно истиной Но терпеливо И уважительно С ними С ними об этом говорить И я Убежден абсолютно Что какую-то часть Из них Нам удастся Сделать Сделать Своими зрителями Но То что здесь Есть Серьезная проблема Или проблемы Мы это понимаем И об этом тоже Собираемся много Снимать репортажи И истории А запреты Они работают Все таки Вот в Латвии Действительно запрещены Все практически Практически все Российские телеканалы Там сначала запрещали Федеральные А потом уже запретили Все которые зарегистрированы В России За каким-то Небольшим исключением Вообще И это Я слышал просто Реакцию людей Даже которые Не смотрели Эти телеканалы И которые Ну скажем так Умеренно относятся Владимира Путина Говорит Ну нет Мне это не нравится Ну почему меня лишают Потому что мы уже демократия У нас статья Конституции Цензура запрещена И так далее Как ты считаешь Вот такие запреты У меня нет однозначного Ответа Потому что До февраля этого года Я бы однозначно Ответил на этот вопрос Что запрет Это плохо Что если Есть что-то Что вам не нравится Сделайте лучше Просто представьте Альтернативу А потом Я Обсуждаю это В эфире С кем-то Не помню с кем С Александром Плющевым По-моему Я ему сказал Что я себе представил Ну вот Возьмем Я был большим Большим противником Когда в Украине Запрещали каналы Медведчука Опять же Исключительно По той же логике Сделайте лучше А потом После 24 февраля Я себе представил Что было бы Как Развивались бы события Вот я Начал это представить С точки зрения Украины Ее руководства Как развивались бы события После 24 февраля Если бы все это время Телеканалы работали И какое количество людей Извращенным образом Понимали бы Представляли бы себе Картину мира И относились К происходящему И Моей уверенности Стало намного меньше То же самое Вот Плющев В том разговоре Он говорит А я перешел на эту позицию В тот момент Когда был ковид И когда Распространялись Фейковые Информации Про ковид Я понял Что нету Никакой Возможности С этим спорить Это нужно просто Запрещать То же самое И здесь Что касается Латвийского руководства Я понимаю Что В эфире Российской Как бы Цензура Это плохая штука Но Когда речь Но есть Какие-то универсальные величины Вот эта рубашка Она белая И Можно баланс Выставить И если в эфире Если в эфире Российского телевидения На протяжении Многих вечеров Будет говорить Что она черная То огромное количество Людей этому поверит Она же белая Черт возьми И Поэтому То что происходит В эфире Российского Федерального Телевидения Это не Борьба мнений Это не другое мнение В ответ на Отличающийся А это просто Тупо Вранье Это неправда Более того Это неправда Которая влечет за собой Агрессию Неправда Которая влечет за собой Войну Готовность людей Ехать воевать Поддерживать войну И все прочее Поэтому в этом случае Мне кажется Разговор про Цензуру Которая запрещена Конституция Это немножко Разговор Это красивые слова При не очень красивой игре Здесь речь идет о том Что Отключение телеканалов Нивелирует Распространение Неправды Распространение Манипуляции Распространение Очень опасных Опасных Как это сказать Лживых слов Я хотел сказать Лжей Лживых слов Я хотел как раз Коснуться Персон Телевизионных Пропагандистских Потому что Вот упоминают Маргариту Симоняна Дмитрия Киселева Естественно Владимира Соловьева Норкина Который тут тоже Недавно выдал очередную И вот Мне вот правда Интересно Я понимаю Что мы можем Как раз Как к Красовскому Подойти Что окей Эти люди Выполняют Определенно Это искренне Я не знаю Честно Я просто не знаю Просто настолько Эффективно Это работает Почему Потому что Просто очень много Денег Очень много эфира Или есть что-то другое Ну во-первых Мы не знаем Насколько это Эффективно работает В Латвии Эффективно А русскоязычных Мы судим По своему сегменту Это прям бьет Я думаю Что это работает Во-первых Потому что это Дорого и красиво Во-вторых Потому что это Очень умная Это очень умная пропаганда. Потому что мы не говорим сейчас про телеканал РЕН-ТВ, где рептилоиды и прочая хрень. А мы говорим, например, про программы Дмитрия Киселева. Это очень круто сделано. Но в том смысле, что по темпу, это сделано очень тщательно. Что касается искренне-неискренне, честное слово, я не знаю. Потому что если мы посмотрим на бэкграунд этих людей, то мы знаем, что абсолютное большинство из них еще лет 10 назад были в совершенно другом лагере, с совершенно другими идеалами и ценностями. Но я охотно допускаю, что часть из них в этом искренне. Я охотно допускаю, что часть из них, эта искренность, она, может быть, зиждется на каких-то субъективных каких-то обстоятельствах. Фиг их знает, не знаю. — Но у тебя не произошло каких-то таких личных, профессиональных разочарований? — Нет. — То есть все, что... — Не, ну, наверное, я расстроился, когда... Вот единственное, наверное, из-за кого я в какой-то момент расстроился немного, это был Андрей Норкин, с которым мы общались очень много и на Эхо Москвы, и на Артевяйка, Артевяйка еще в Москве был еще давным-давно, в 2006 каком-то году. И с ним у нас была интересная история, когда телеканал Дош в 2014 году отключили из главных кабельных сетей опроса про Ленинград. Хотя понятно, что опрос про Ленинград был использован как повод. И мы делали марафон в поддержку Дождя, на который мы приглашали в качестве ведущих различных... Ну, там было много сегментов. Мы приглашали... У нас был один ведущий Дождя плюс какой-то приглашенная, какая-то звезда. И я пригласил... И я попросил продюсеров пригласить Андрея Норкина, который тогда работал на Коммерсант-ФМ. Он тогда еще не работал в федеральном телеэфире. И он сказал, я могу прийти, но передайте Тихону, что у меня дескать другая позиция. Я вас здесь в этом, дескать, не поддерживаю. И я сказал, хорошо, приходите, но тогда не ведущим, а гостем. И он был полноценным участником. Мне кажется, что это была очень честная с обеих сторон история. Но потом просто он... И он опубликал большую колонку на Коммерсанте, разъясняя, почему. Он считает, что Дождь страшно оскорбил всех. Но после этого, когда он начал работать в этой, как называется, Место встречи, если не ошибаюсь, на НТВ, но это просто... Это очень пошло, это очень плохо по содержанию. И вот это, кстати, плохо и потому, как оно сделано. Это просто сидящие, значит, кричащие, хлопающие люди. То, что делает Киселев, конечно, намного изящнее и утонченнее. Но то, как быстро Андрей Норкин превратился... Ну, как бы он слился абсолютно с этими... С другими ведущими этих программ. Это меня, с одной стороны, расстроило, с другой стороны, профессионально разочаровало. А про молчать в этой конкретной ситуации можно? Понятно, к чему я веду. Это Владимир Познер, человек, который молчит. Кстати, Алла Пугачева тоже молчит, но кажется, по-другому. Можно по-разному молчать. Там Максим Галкин говорит, но тем не менее Пугачева ничего не сказал. Можно ли в этой ситуации публичному человеку, известному человеку как-то отстраниться и переждать? Мне кажется, самое страшное это какое-то осуждение, но ровно этим я сейчас буду заниматься. Мне кажется, что, конечно, сейчас мы пришли в ту ситуацию, в которой люди с... Как это называется? Ломы, лидеры общественного мнения. Лидеры общественного мнения не могут молчать. Потому что речь идет не о выборах, не о политических позициях, не о коррупции, не знаю, не черт на чем. Речь идет о жизнях людей, детей, о разрушении судеб, о страшных преступлениях, которые происходят. И если люди... А главное, речь же идет о людях успешных. Если мы говорим конкретно про Владимира Познера, ну хорошо, ну скажет он, выскажется вам против войны, уедет из России. У него три паспорта других. У него может прекрасно жить в США, или жить во Франции, или где угодно. Ну, не будет он жить в России. Что? Зато, зато кто-то из его аудитории задумается. Потому что Познер, вот кто уж кто, точно все понимает. Так это Владимир Познер. Вопрос. А зрители спрашивают, общаетесь ли вы с Михаилом Зыгарем? Да, Миша один из моих ближайших товарищей. Не планируете его привлекать снова к работе на дожде? Он сейчас... Он, да, Миша сейчас живет в Берлине и делает, да, делает на своем ютуб-канале в сотрудничестве с Ост-Вест, телеканалом Ост-Вест, делает программу, название которой у меня вылетело из головы, но в котором... Ну, там интервью с мировыми, действительно, с мировыми звездами. Да, да, у него там был интервью с Фукуямой, интервью с Джоном Малковичем, по-моему, интервью с... Было было, я видел. Еще с кем-то? Харари был. Харари, да. Тимиси Снайдер. Мы с ним это, если честно, не обсуждали. Не знаю, ну, можно будет, я надеюсь, что мы скоро увидимся и поговорим, но вообще мы с ним, это мой, один из моих самых близких друзей. Еще вопрос, у нас не так много времени остается, спрашивают, могут ли граждане, жители Латвии отправлять CV на телеканал Дождь, если у нас шанс? Да, у нас есть почта newssobakatvrain.tv, это почта, по которой можно присылать CV, свои восторги, проклятия, мнения. Чем больше их будет, тем больше мы будем вам признательны, мы очень внимательно, всегда на Дожде и Прежде, и сейчас очень внимательно следим за фидбэком от зрителей. Еще вопрос от наших зрителей, так только что он был, сейчас попробую его найти, да, про впечатления от Риги я уже спросил, про латышский язык спрашивают, приступили к изучению, это важный такой кейс. Нет, я не приступил, и у меня есть должок перед предыдущей остановкой, мне надо учить грузинский, но на самом деле нескромно скажу, что у меня не так плохо с чувством к языкам, поэтому я надеюсь, что это тоже, ну хотя бы хоть на каком-то самом простейшем уровне латышский тоже удастся понимать. Ну и в завершение тут тоже спрашивают, а что ждать в сентябре, потому что, как я понимаю, что запуск сейчас это несколько, это новости, которые в Ютубе, в сентябре большой открытие. Немножко не так. Дело в том, что все последние месяцы, что Дождь не вещал, на его эфирных частотах шел архив. Для того, что мы сейчас занимаемся строительством студий в Риге, Амстердаме, Париже и Тбилиси, для того, чтобы их в полной мере запустить, требуется огромное количество весьма дорогостоящего оборудования. И это процесс, это занимает время. Кроме того, наши сотрудники, они находятся кто где, кто с такими документами, кто с такими документами, не все еще успели доехать до тех точек, где они будут работать. Короче, поэтому мы решили, что вот мы с 18 июля, мы начали в этот эфир наш, в котором шел архив, мы начали добавлять премьерный оригинальный продукт. Это действительно новости. Каждый вечер с понедельника по субботу. В воскресенье это программа Михаила Фишмана итоговая. А это программа Катарикадзе иностранных дел про международные отношения. Это программа Анны Немзер и программа Fake News. Пока это, собственно, все. Потом постепенно мы к этому, я думаю, что через две недели мы еще одну программу добавим. То есть по мере готовности мы будем добавлять программу. Но параллельно с этим мы готовим несколько новых проектов. Параллельно с этим мы будем отстраивать эту техническую базу. И просто где-то в середине осени это будет лучше выглядеть, этого будет больше. И это будет, ну, мы его между собой называем второй перезапуск. На самом деле перезапуск состоялся, просто постепенно все. — То есть там не будет такого дня, когда вы, например, скажете, вот, окей, мы перезапустились, будет концерт на крошу? — Я думаю, что нет. Посмотрим. — Нет, концерт — это прекрасная идея. — То есть это в Риге тоже может быть. — Посмотрим, да. — Ну что ж, Тихон, спасибо большое. — Спасибо большое. — Главный редактор телеканала «Дождь» был сегодня у нас в гостях. Спасибо и всего доброго. — Спасибо.